Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы меня встретили аплодисментами. Спасибо. Спасибо, что зааплодировали. Но если честно говорить, я рассчитывал на большее. Важаемые зрители, если вы, все, кто будет выходить на сцену, будете встречать такими жидкими аплодисментами, у нас ничего не получится. А артисты, если мне аплодируют, они не выступают, плохо выступают. Поэтому давайте я аплодирую, и вы меня уже встретите как родного. Ладно? Итак, писатель сатирик Леон Исмайлов. Ура! Вот это уже более-менее так звучит нормально. Теперь давайте... Значит, мы собрались... Не надо объяснять, по какому поводу. А что вы совсем погасили света? Хорошо бы чуть-чуть побольше света, чтобы я тоже зрителей видел, ладно? Вот чуть-чуть-чуть побольше, побольше. Все? Ну так хорошо. Значит, мы собрались потому, что мы все... Я думаю, что все присутствующие любят Михаила Задорова. Поэтому мы все здесь сегодня собрались. И я, наверное, особенно люблю, потому что я продолжил с ним 48 лет. Не больше, не меньше. Вот. И могу сказать вам, что он был очень веселым человеком. Поэтому я хотел бы, чтобы этот вечер сегодня был тоже веселым, с юмором, со смехом, с улыбками, с вашими бурными аплодисментами. И поэтому я сейчас с самого начала хочу сделать проверку на юмор, ладно? Ну, аплодисменты мы вроде как выяснили отношения. Теперь давайте немножечко поговорим о юморе. Я вам сейчас расскажу какой-то оригинал. Ну, надеюсь, что смешной. И посмотрим, как вы вообще смеетесь. Будет такая проверка. Если, допустим, вам не покажется смешно, вы все смеете все равно, я потом объясню, что там было смешно. Хорошо? Начну, допустим, вот такое. В 4 часа утра, называется звонок в квартире, хозяин берет трубку, голос какой-то говорит, скажите, это общество защиты животных? Хозяин говорит, и кто тебя, козла, видел в такой ранней? Двое разговаривает. Один говорит, слушай, не знаешь, что делать? Я как выкину, домой приду, меня жена этой стухушкой бьет по голове. Вот эта колотушка просто бьет по башке, больно, я не могу, что делать, я не знаю. Он говорит, я тебя научу, что там делать. Значит, вот ты надень на нее, надень в кастрюлю голову, и все, надень в кастрюлю на голову, и все будет нормально. Через день я встречаюсь и говорю, ну как, помогу? Ой, жутко помогу. Она в этой кастрюле вообще ничего не видит. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протевших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее законы, ее начало и повторял ее имен и инициалы. Я бы раздавал стихи, как сад. Всей дружью жила цвей бы, липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокоз, краски-раскаты. Так некогда Шопен вложил в живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои тюны. Достигнутого торжества игра и мука, натянутые тетива, тугого лука. Я родился в городе Юрвале. До 42 лет я не думал, что я родился за границей. А еще я никогда не думал, что когда-нибудь мне исполнится 55 лет. В 20 лет я был уверен, что в 40 буду тряхлым стариком. Я даже не мог предположить, что только к 55 годам я начну что-то понимать в жизни. Но при этом мне все здоровье еще раз теряю. И что только в 55 лет у меня появится ощущение, что настоящая сознательная жизнь только начинается. И чтобы встречать эту новую жизнь, я буду на пляже со своими самыми дорогими друзьями. Самыми-самыми. Своими зрителями. Я как-то спросил у своей мамы, почему я так много в жизни не понимаю. Может, со мной что-то странное произошло при рождении. Мама рассказала мне, что когда я родился, я не заплакал, а засмеялся. И я вспомнил этот момент. Санитарка держала меня за пятку. И мне было так смешно, что мир вокруг меня вверх ногами. Я еще не знал, что уже тогда был прав. Санитарка держала меня за пятку. Санитарка держала меня за пятку. Потому что только по-русски я понимаю, что я говорю. А говорят, что русские не знают латвического языка. Дорогие друзья, мне очень приятно, что вот этот первый фестиваль юмористических программ, российских юмористических программ разных телеканалов будет проходить у нас в городе Юрмале, где я родился, в Латвии. И я всегда говорил, что люди искусства должны идти впереди политиков. И мы, по-моему, доказываем это дело. Называется он Юрмалина 03. И вот слово Юрмалина, оно, по-моему, очень точное для проведения такого фестиваля именно в Юрмале. И юмор, и юрмала в этом слове. А 03, вы понимаете почему? Потому что это скорая помощь. Юмор и скорая помощь, по-моему, есть нечто общее. Если человек жалуется на проблему, проблема удваивается. А если человек смеется над проблемой, проблема его покидает. Наши люди умеют смеяться над неприятностями. В Риге недавно женщина ко мне походит, милая, светлая, со светлыми глазами, и говорит мне, улыбаясь, говорит, а вы знаете, кто я здесь? Я говорю, нет. Она говорит, я никто. И хохочет. За что я ценю нашего зрителя? Опять только у нас есть такая реакция. Хохочет, хохочет, хохочет. Придут домой, говорят, как это грустно все. Я ехал с прошлого фестиваля «Новая волна» в Москву, отсюда из Латвии. И таможня у нас в Латгалии. И таможня узнал меня, несмотря на то, что он был коренным жителем. И он так подошел, говорит, если расскажете что-то смешное, проверять не буду. И я думаю, ну расскажу ли ему анекдот. А он такой, мрачный-мрачный, такие все переживания всего Латгальского народа. У него на лице. И я ему рассказываю этот анекдот. Сидят на собаке две плохие. И одна блохала, а другой спрашивает. Как ты думаешь, на других собаках тоже есть жизнь? Хорошо, молодцы, вы засмеялись, нормально. А вот таможник погрустнел окончательно. Он стоял, смотрел на меня, потом говорит, это все? Я говорю, все. Ну и второй раз можно повторить? Я ему второй раз говорю, сидят на собаке две плохие. Ну это уже вся грусть всех прибалтийских народов на лице отразилась. Но на этом история не закончилась. Надо отдать ему долг, что он сказал, взял себя в руки и сказал, все равно проверять не буду. Но главное, ушел и вернулся со своим другом через 10 минут. И говорит, ему можете рассказать то же самое? Я уже просто себя чувствую магнитофоном. Говорю, сидят на собаке две плохие. Второй, когда я закончил как, захохочет. Первый так на него обидел. Говорит, как ты смеешь смеяться? Ты что тут смешного? И они идут от меня и ругаются. Ему второй рассказывает, сидят на собаке две плохие. И вдруг как первый захохочет, говорит, я все понял, плохи разговаривали. А сейчас непосредственно я хочу уже начать приглашать на сцену выступающих. Вот интересно, догадаетесь или нет, к концу моего объявления, кто это? Мы с ним в очень хороших отношениях, потому что мы видим все очень редко. Знаете, мы дружим с этим человеком не против кого-то, как часто дружим. А дружим в одном направлении с ним. Несмотря на то, что он сейчас тут редышком, человек-легенда. Ну судите сами. Он дружил с Марчелло Мастрояль. Он знаком был с Феллини. Он знает хорошо Де Куэлья. Его знают президенты США. Он встречался с величайшими бизнесменами в мире. Даже мне тайно донесли, в него была влюблена Джина Лалабриджита. Это Кобзон, кричат. Коснулась Джина Лалабриджита. Видно, из Израиля много народу халявщиков сидели. Потому что это только им могло на ум прикидать. Это только тем, кто давно уехал. Мне так нравится, как он мыслит. Его даже прочили в президенты России. Вы угадали. Никита Сергеевич Михайлович. Андрей Баринов. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Как у вас настроение? Хорошо. Все хорошо? Я бы хотел немного разбавить, конечно, к юмору. Если мне это получится. И, как Леон Моисеевич сказал, жанр пародия. Жанр редкий. Все меньше и меньше становится как-то артистов, объектов пародии. И вы знаете, я бы хотел начать сегодня свое выступление с артистов, которых, к сожалению, нет. Но они остались в памяти нашей. Это любимые артисты. Они остались в истории. И мне было бы интересно поразмышлять, как эти артисты бы относились к современной эстраде нашей. И первый берет слово Клавдия Ивановна Шульженко. Давайте все вместе ее встретим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот вы, наверное, понимаете, да, что сейчас меняют тексты очень сильно, каверкают слова, все делают неправильно. И я считаю, что, конечно же, безусловно, так делать нельзя. Но, видимо, нужно отдать дань моде. Время идет, время меняется. И мне было бы интересно, что бы по этому поводу сказала Людмила Зыгина. Встречайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И поэтому пародии такого рода их сложнее, наверное, сделать, потому что мне не удалось встретить этих артистов, гениальных учебников и всеми известных. Недавно, знаете, раздался звонок, буквально две недели назад, и мне позвонил Геннадий Викторович Хазанов. Я думаю, что вы знаете, что вы открывали театр эстрады. И он попросил меня сделать для фильма озвучить голос Мусени Макомаева. Я не скажу, что я, наверное, точно могу передать, но я попытаюсь, если вы поаплодируете, мне будет очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья! 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 Друзья ПЕСНЯ 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 «Здравствуйте, дорогие мои детишечки! Однажды умерла одна тетенька, у которой была золотая ручечка. Один дяденька решил украсть эту ручечку. И вот поздний, осенний, страшной ноченькой, дорогие мои детишечки, этот дядя пошел к той тетеньке на могилочку и стал копать. Долго копал он, дорогие мои детишечки, пока его лопаточка не ударилась об крышечку гробика. И тут дяденька почувствовал, что кто-то на него смотрит, он обернулся и увидел, дорогие мои детишечки, как на соседней могилочке стоит та самая тетенька. Но у нее была только одна ручечка. «А где твоя вторая ручечка?» – спросил дяденька. «Где твоя вторая ручечка?» «Вот она!» Закричала тетя и смотрела дяденьку за горлышком. Но вот сейчас была реакция почти такая, как у Михаила Николаевича. Вот так, Михаил Николаевич это рассказал, когда еще не было голливудских страшилок. Когда народ не знал, что это был Фредди Крюгер. Не видел этих ужастиков. Ну, в зале, конечно, там даже он сам рассказывал, двух женщин выбили из зала, потому что они головами стукнулись. И вот, ну, после этого номера, честно сказать, я сам приходил, вот именно на этот номер, мне даже, я уже знал его наизусть, разочек или пять приходил. Мне, я обожал наблюдать за залом, что происходило в зале. Ну, как говорится, успех был, конечно, безумно, успешный, большой, очень сильный был успех. И вот, мои друзья Лена Измайлов и Аркадий Михайлович Арканов решили разыграть Михаила Николаевича. И тут как раз случай попался такой. Приходят и говорят, что сегодня на вечерний концерт придет первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Дейдар Ильич Алиев. Ну, Измайлов сказал, я не буду подсказать, он смешливый, говорит, я буду смеяться. Аркадий Михайлович, да, иди ты сам. Ну, вы знаете, Аркадий Михайлович никогда не улыбается, никогда не смеется. Он подходит и на полном секретаре, Миш, Миш, ну да и будь расторожен с лучечками. Михаил Николаевич говорит, почему? Ну как, на первом ряду сидит Алиев. Ты крикнешь, вот она, и тебя пристрелят. Ну, прогноз был малоутешительный. Михаил Николаевич говорит, а что делать? Говорит, ну, собери охрану, объясни. Покажи этот номер на полном серьезе. Собираем всю охрану, приходим, такие шкафы стоят, здоровые. Полное отсутствие какого-либо присутствия мозгов. И Михаил Николаевич на полном серьезе начинает им рассказывать эту самую сказочку. А что умерла тетенька? И вот он дошел, где твоя ручечка? Вот она! Полная тишина, и через полторы минуты один из главных говорит, ну и что? Ну, я же крикнул, вот так, вот она! Ну, так вы же меня пристрелите. Она говорит, может быть. Ну, а что делать-то? Я говорю, ну, ты только руку вот так не делай, вот она там. И потише. Ну, что ж, вот этот концерт. Все литераторы, все писатели стоят за кулисами, ждут, когда же... Ну, а тетенька у него, где твоя лжданая ручечка? Спросил дяденька. И тут Михаил Николаевич, вот она. Полная тишина в зале. Я никогда не видел смеющегося Арканова. Нет, он не смеялся, он упал на пол. И вот так вот, до копчика вот так под рояль закатился. Это был первый и последний случай, когда я видел умирающего от смеха Аркадия Михайловича Арканова. Вы знаете, я, к чему эту историю рассказал? У каждого артиста есть такое понятие, говорят, что есть свой зритель. Наш зритель вместе с нами взрослеет, стареет. И вот, наверное, приятным исключением был Михаил Николаевич Задорнов. Я был на одном из его последних концертов. Я видел, как в зале сидели люди среднего поколения, старшего, и была молодежь. Потому что они все приходили послушать мудрого и умного человека. Потому что Михаил Николаевич был, прежде всего, юморист, сатирик и, конечно же, публицист. И именно таким он остался в моей памяти. Спасибо. Я тебя даю От того, что я на земле стою Лишь одной ногой От того, что я о тебе стою Как никто другой Я тебя отвоюю У всех других У той одной Ты не будешь ничьей жених Я ничьей жених Я ничьей женой И в последнем сборе Возьму тебя Замолчи Под того, что я на земле Я ничьей Я тебя отвоюю У всех времен У всех ночей У всех золотых знамен У всех мечей У всех золотых знамен Я закину ключи и псу Огонь у сердца От того, что все мной начну Я вернется Я тебя Ты не будешь лечить, живи Я лечу И мыслей, я знаю Возьму тебя, замолчи И мыслей, я знаю Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья Леон сказал, что обязательно надо исполнить пародию Михаила Заторнова Но в своих концертах я настолько сильный был номер, Леон Моисеевич, вам комплимент Что я всегда заканчивал этой пародией Поэтому я немножечко так построю свое выступление Чтобы закончить сегодня свое выступление На финал оставлю, ладно, с вашего разрешения Я говорю, Леон, можно рассказать анекдот какой-нибудь? Он говорит, обязательно расскажи, только очень интеллигентный анекдот Я начну, надо бы сказать, с самого интеллигентного Коротенький анекдот Для учителей, учителя любят этот анекдот Да, любят этот, значит, учитель алгебры возвращается домой И видит, как его жена уходит с двумя неизвестными Но это слишком интеллигентный анекдот Да, теперь взяли Данилу, который больше женщины любят Мужик приходит к врачу, жалуется Доктор, жена плохо стала слышать Я ей по сто раз повторяю Мы ссоримся, скандалы До развода иногда Доктор говорит, ладно, чтобы вы не ссорились Ваша жена даже не будет знать, что мы ее лечим Вы забудьте расстояние, с которого она слышит Чтобы я не ошибся, с дозировкой есть растворимые таблеточки Можно в чай или в водичку растворять И все, и там, я скажу, одну, две, три В зависимости от расстояния Хорошо, мужик приходит домой Надо запомнить расстояние, с которого его услышит жена Он ее зашел на кухню, она что-то готовит Поцеловал, развернулся, пошел метровыми шагами в сторону балкона Дошел до балкона, получилось 20 метров Большая квартира Он встал около балкона спокойно и говорит Тамара, что у нас на ужин? В ответ решена Мужик понимает, далеко, Тамара не слышит, надо ближе Встает в центре комнаты, 15 метров Опять, Тамара, что на ужин, дорогая? Опять не слышит Еще приезжу из коридорчика Перед кухней Тамара, что на ужин? Не слышит, бедная Тамара Мужик заходит на кухню Тамара, что товарит? Скажу, не мешай? И вот ей самое ухо Тамара, что на ужин? Тамара, ну что дарешь? Испугал Я тебе четыре раза сказал оборщ Ну и когда для мужчин анекдот Военные любят этот анекдот Особенно солдаты Купе поезда, женщина с третних лет С 20-летней дочью Напротив сеть офицер, полковник, солдат Едут молча за окном солнышка В купе средство поезд набрал большую скорость И на большую скорость этот поезд выезжает в тоннель И в купе на несколько секунд полная темнота И в темноте раздается звон пощечины И поезд выезжает без пенели Опять солнце, опять все молчат Каждый думает о своем Женщине думает, дочка, молодец Кто-то, видать, из этих военных на нее уже глаз положил А в темноте, что за кадрит, прихватил, ощупнул Она за себя поставила, по физиономии дала Правильно сделано, не будет лезть Дочка думает, нормально, у меня ничего И ее в темноте за кадрит хотели Она за себя поставила, по физиономии дала Правильно сделано, не буду лезть Полковник думает, надо, что не повезло Солдат, видать, кого-то в темноте ущипнул Мне по морде досталось Солдат смотрит в окно, просядывает Будет еще тоннелее, мы еще раз по морде дамы А я, представь, не верю в эту ночь Огни не встают тайнами В купе влечат гитарами А Ленка курит в таваре И смотрит в ночь в такую ночь Что поскорее бы утро Иначе поздно Чем-нибудь помочь Такую страну Ленка человек Стоит и молча кается И не лепеть пытается И проклинает аист Что в этот мир меня принес Ужасно глупый аист Кему прилетит Не в этот мир Солнцу пожаруйся Ветру пожаруйся Шпалы за поездом Пересчитай Только, пожалуйста, только, пожалуйста Ленка прошу тебя Не унижай Вот видишь, там горит Моя звезда Ты спишь дождями светлыми С полынью или вербами С морями или ветрами А там в огнях караганда И пахнет чем-то горьким Чем пахнут все чужие караганда Солнцу пожаруйся Ветру пожаруйся Шпалы за поездом Пересчитай Только, пожалуйста, только, пожалуйста Ленка прошу тебя Не унижай Не унижай Вот парочка московская Точь-в-точь Они сейчас и останутся И что тогда останется Дожди И эта станция И эта ночь Такая ночь Что поскорей бы утро Иначе поздно Чем-нибудь помог Солнцу, пожалуйста Ветру, пожалуйста Шпалы за поездом Пересчитай Только, пожалуйста Только, пожалуйста Ленка Прошу тебя Не уезжай Только, пожалуйста Ленка Прошу тебя Не уезжай Не уезжай Не уезжай Не уезжай Не уезжай